Новые механизмы тарифообразования призваны не только обеспечить эффективную и безыбудочную работу предприятий по водоснабжению, то есть водоканалов, но и направить часть полученных средств на инвестирование первоочередных мероприятий по восстановлению весьма изношенных сетей водоснабжения, водоотведения и сооружений. Это означает, что тарифы вырастут. Естественно, в свою очередь вырастет и ответственность водоканалов за каждый полученный дополнительный тенге. Водоканалы городов, ассоциации принимали активное участие в формировании самого комплексного плана обсуждения его мероприятий и в Агентстве по делам строительства, и в Агентстве по регулированию естественных монополий. Мы высказали и передали в ОРМ предложение по внесению изменений в наиболее важные, первоочередные, на наш взгляд, действующие нормативные документы. Это касалось заработной платы, это касалось затрат на эксплуатацию, на ремонт, распределение прибыли, повышение ответственности за эффективную деятельность водоканалов городов. Предлагалось также разработать новый нормативный документ, учитывающий распределение планируемой прибыли и на инвестиции, и на обучение, и на социальные выплаты, и на другие законные наши затраты. Некоторые предложения были детализированы и нашли свое место в комплексном плане, некоторые сведены в один общий пункт, и будет совместно отрабатываться уже при внесении изменений и дополнений в конкретные нормативные правовые документы, это правила инструкции ОРМ. Естественно, водоканалы, ассоциации, мы всецело поддерживаем настоящий комплексный план, как первый этап реформирования тарифообразования в сфере водоснабжения и водоотведения. В республиканскую группу, рабочую группу, будут входить 16 руководителей предприятий водоснабжения, то есть водоканалов городов. Хочу заверить, что по вопросам совершенствования системы тарифообразования мы готовы работать в рабочих группах любого уровня. И очень надеемся, что между регулятором и услугодателями, субъектами естественных монополий будет достигнуто полнейшее понимание. Спасибо.